Ассаламу алейкум, ардахты агаин! Каждый год накануне 9 мая в нашей стране вновь и вновь вспыхивают споры о том, стоит ли носить на День Победы Георгиевскую ленту или нет. Одни говорят, что Георгиевская лента – это знак памяти о Великой Отечественной войне, что это выражение уважения к ветеранам, что это благодарность людям, отдавшим все для фронта и победы. Но другие утверждают, что Георгиевская лента – это символ Российской империи, которая награждала этой лентой солдат и офицеров, убивавших казахский, узбекский, кыргызский и другие народы. Какое из этих мнений правильное? Именно этому вопросу и посвящается мое сегодняшнее видео. Начну я с того, а кто такой вообще Георгий, в честь которого называется эта лента? Святой Георгий или Георгий Победоносец, как его еще называют, это христианский святой, который жил приблизительно в III веке. Его отец был армянином, мать – гречанка, сам Георгий родился в Каппадокии, которая сегодня находится в составе Турции. Согласно тогдашним традициям, Георгий рано поступил на военную службу в римскую армию и быстро достиг звания «тысячник», став одним из близких соратников римского императора Диоклетиана. Однако, когда Диоклетиан провозгласил себя Богом, Георгий отказался это принять и на военном совете открыто назвал себя последователем Иисуса Христа. Прямо на этом же совете Георгия арестовали и подвергли самым жестоким пыткам, однако он не отказался от христианства и последствий был казнен. Согласно преданию, святой Георгий захоронен в городе Лот в Израиле, где над его гробницей впоследствии был построен храм святого Георгия. Второе имя Георгий – победоносец, связано с легендой о том, как Георгий убил змея, опустошавшего землю в Бейруте. Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. После этого народ этой страны якобы полностью принял христианство. И именно согласно этой легенде святого Георгия принято изображать всадником, убивающим змея. Теперь перейдем к самой Георгиевской ленте. Георгиевская лента появилась как лента, на которой висел Орден Святого Георгия. Орден Святого Георгия же был учрежден как высшая военная награда Российской империи в 1769 году. По приказу Екатерины II этим орденом награждались за военные подвиги и боевые заслуги. Согласно царскому указу, Георгиевская лента представляла собой ленту шелковую из трех черных и двух желтых полос. Как видно из вышеуказанного, вроде никаких поводов для ненависти к Георгиевской ленте у казахского народа не должно быть. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что постепенно этот Орден Святого Георгия вместе с Георгиевской лентой стал даваться не только за подвиги на войне, но и за вклад в завоевание других стран, в том числе Казахстана. Например, в 1865 году Орденом Святого Георгия был награжден Михаил Черняев за взятие Шимкента, Аулиаты, Ташкента и Туркестана. В 1873 году Орденом Святого Георгия был награжден генерал Константин фон Кауфман за взятие Хивы. В 1807 году учреждается медаль за храбрость, которая носится на Георгиевской ленте. И эта медаль вручалась казакам, ополченцам, полицейским, жандармам за подвиги в схватках с нарушителями общественного порядка и за отличия в боях на стороне российской армии. И этой медалью, например, были награждены кыргызские монапы Армон и Жантай, а также 13 воинов-киргызов, взявших в плен Кенесары-хана. В 1873 году указом императора Александра II учреждается медаль за Хивинский поход, которой были награждены все участники кровавого взятия Хивы. И эта медаль также носилась на Георгиевской ленте. В 1876 году в Российской империи появляется медаль за покорение ханства Коканского. И главным элементом этой медали также была Георгиевская лента. В 1896 году в Российской империи учреждается еще одна медаль за походы в Средней Азии 1853-1895 годов, которая также носилась на Георгиевской ленте. Этой медалью были награждены солдаты и офицеры, волонтеры, медики, священники, ополченцы, тыловые рабочие, которые имели хоть какое-то отношение к завоеванию Казахстана и Средней Азии с 1853 по 1895 год. После свержения Российской империи ордена и медали с Георгиевскими лентами были упразднены большевиками. Однако у так называемой Белой гвардии, сторонников восстановления Российской империи, традиция награждать Георгиевскими лентами осталась. Так, Георгиевские ленты носили войска атамана Анненкова, атамана Семенова, атамана Дутова, которые принесли казахскому народу нечеловеческие страдания и беспощадно уничтожили тысячи мирных жителей. Орденом святого Георгия были награждены сам атаман Семенов и атаман Анненков, именами которых в свое время казахи пугали своих детей. Таким образом, с Георгиевской лентой у казахского народа вполне справедливо ассоциируются такие явления, как российская колонизация, истребление мирных жителей, подавление казахских восстаний, репрессии белогвардейцев. И Георгиевская лента не имеет никакого отношения к Отечественной войне 1941-1945 годов, так как к этому времени она уже давно была запрещена. Другой вопрос. Гвардейская лента, которая появилась в 1942 году как символ принадлежности к гвардии. Особо стоит отметить, что эта лента из трех черных и двух оранжевых полос действительно официально называлась Гвардейская лента. Впоследствии термин Гвардейская лента даже перешел в устав Вооруженных сил Советского Союза. Кроме того, гвардейская лента стала важным атрибутом таких советских наград, как медаль за победу над Германией, орден славы, медаль за взятие Берлина. Я считаю, что это прекрасно знают и российские политики, однако они намеренно подменяют понятие, употребляя вместо гвардейской ленты слово Георгиевская лента. Таким образом, они стараются скрытно пропагандировать идею о восстановлении Российской империи. Именно поэтому, я считаю, 29 декабря 2022 года в Российской Федерации был принят закон, который признал Георгиевскую ленту символом воинской славы России, за публичное осквернение которой предусмотрены административная и уголовная ответственность. И если бы власти и политики Российской Федерации действительно хотели бы уважительного отношения ко Дню Победы, то они давно бы отказались от слова Георгиевская лента и заменили бы ее термином Гвардейская лента.